Открой свой бизнес на станке с ЧПУ. Минимальные вложения, высокая доходность, очень просто и без проблем. Наверняка на нашем YouTube-канале вы уже видели такое видео. Совсем недавно оно набрало миллион просмотров. Это видео о бизнесе на ЧПУ в гараже. И раз уж эта тема настолько популярна, мы решили актуализировать информацию и разыграть кое-что для наших любимых подписчиков. Для вас. Попробуем снова снять розовые очки с тех, кто думает, что достаточно купить станок с ЧПУ, и уже завтра он сделает его миллионером. Станок сам себя не окупит, не найдет и не закажет материалы, не создаст макеты, не протестирует нишу и продукцию сам не продаст. Хотя у кого-то из наших клиентов получалось сделать за несколько месяцев прибыльный бизнес на ЧПУ. Но есть нюансы. И этих нюансов много. Можно постараться избавиться от разочарования, дискомфорта, которые причиняют потери времени, денег и сил, если заранее подумать о следующих вещах. Что вы будете производить на своем станке? И речь тут даже не о продукте, а о материале. Металл, например, в основном обрабатывают на металлорезах. И стоимость металлореза около 4 миллионов рублей. Странно будет начинать с него, если вы ничем таким раньше не занимались. СО2 станок, на котором можно обрабатывать дерево, пластики, камень и даже ткани, стоит в 10 раз дешевле. Около 400 тысяч рублей. А фрезер потенциально можно купить еще дешевле. Но все будет зависеть от мощности и размера рабочего поля. Куда вы планируете поставить свой станок? Будет ли там достаточно места для него? И электричество? Давайте разбираться. Бизнес в гараже это хорошо. Но гаражи ведь у всех разные. Меня зовут Виктор, это канал Лазеркад. Досмотрите это видео до конца, чтобы поучаствовать в розыгрыше и постараться не обмануться при запуске собственного бизнеса на ЧПУ. В гараже. Начнем с размера станка. А точнее его рабочего поля. Как выбрать? Многие будут вам советовать брать рабочее поле побольше. И в этом есть логика. На таком станке можно будет вырезать что-то большое и что-то маленькое. Но траты, мягко говоря, будут немаленькие и вполне возможно неоправданные. Размеры рабочего поля станка зачастую связаны с размерами материала или изделия. То есть станки делаются под стандартные размеры листов, труб или конечных изделий. Таких как дверь, например. И если конечные изделия в основном вырезаются целиком, то материал всегда можно разрезать и взять станок для этого поменьше. То есть сэкономить. Есть еще один немаловажный момент. Это расходники и стоимость обслуживания станка. Станок это машина. И его нужно обслуживать, какие-никакие расходники у него тоже есть. Но есть лайфхак. Взять станок понадежнее. Дело в том, что есть прямая зависимость надежности станка и стоимости его обслуживания. Надежный станок по обслуживанию обходится дешевле. У него меньше поломок, меньше внештатных ситуаций, меньше брака и меньше простой получается. У нас на канале есть видео «Формула окупаемости», где мы подробно разбираем все эти моменты. Но чего нет в этом видео, так это того, что на станке кто-то должен работать. ЧПУ станки довольно самодостаточные и самостоятельные. Но для того, чтобы станок что-нибудь сделал, нужен макет. Макет должен кто-то подготовить. То есть человек. Этот макет нужно в станок загрузить. Для этого тоже нужен человек. Потом нужно положить материал, забрать готовую продукцию, проследить за правильностью исполнения программы опять кто-то. То есть оператор. Оператором можете быть и вы сами, но для этого нужно будет научиться это делать. Обучение – это тоже важная часть. Чем лучше оператор станка знает оборудование, тем быстрее и качественнее работает сам станок. Меньше шансов не уложиться в сроки или получить брак. Опять же, если вы начинаете с нуля, вам вообще понадобится пару месяцев на пробы и ошибки. А отточить мастерство, так сказать. Даже если вы не планируете стоять за станком, то лучше бы знать, как он устроен, чтобы иметь возможность отточить все рабочие процессы. Или заменить оператора станка в случае форс-мажора. Если вы категорически не хотите быть оператором, то вам придется его где-то найти. А говорят, это довольно непросто. Или вырастить собственного специалиста, а на это уйдет время. Но работа на станке – это еще не все. Изготовление продукта, по сути, это не сам бизнес. Сам бизнес – это продажа. Вопрос, где найти клиента и как выбрать продаваемый продукт, еще никто не отменял. Можно, конечно, совсем не иметь своего продукта. И продавать услугу. То есть делать что-то на заказ. Но есть риск столкнуться с очень высокой конкуренцией в вашем регионе. Или, ну, слишком маленький спрос. Свой продукт дает больше возможностей. Но перед тем, как вписываться в его производство самостоятельно, лучше провести небольшие исследования. Взять уже готовый продукт или произвести тестовые образцы на стороне. Измерить спрос, протестировать канал избыта, посмотреть, будут ли люди покупать ваш продукт. А уже потом можно начинать производство. Не самый лучший вариант, если вы вдруг решили, возьму станок, а там разберемся. Это смело, но безрассудно. Лучше бы, конечно, у вас точно все получилось. И мы, как компания, которая продает станки, в этом заинтересованы. У вас все получается, вы расширяетесь и приходите к нам за новыми станками. Вот такая вот логика. Поэтому в наших интересах озвучить все риски на берегу. Сразу бизнес – дело серьезное. Не сложно, если разобраться, но все-таки серьезное. И раз уж это серьезный бизнес, рано или поздно его нужно будет официально зарегистрировать. Самозанятый, ИП или ООО, тут вам нужно будет разобраться в деталях. Их там немало. Это, к слову, о том, что выбрать и купить станок несложно. Но, как я уже и говорил, сам станок – это еще не бизнес. А что в итоге? А в итоге, помимо станка, вам нужно будет еще разобраться с тем, где он будет стоять. Кто на нем будет работать. Что на нем будет производиться. И из чего это будет производиться. Помимо этого, как это будет упаковываться. Дополнительно обрабатываться, доставляться. И, главное, кому продаваться. Ну и в юридические аспекты бизнеса еще тоже немножко придется вникнуть. Вот коротко о начале собственного бизнеса на ЧПУ. И о том, чего можно не заметить. За розовыми очками невероятных перспектив такого бизнеса. И поскольку у нас есть свой интерес в развитии вашего дела, мы решили разыграть iPhone и AirPods. Ну, полный комплект для вас, наши любимые подписчики. Условия конкурса будут такие. Нужно снять креативный шорс с логотипами Watson и LaserCard. Можете просто распечатать их на принтере, показать на экране. В общем, шорс креативный, сами как-нибудь разберетесь. Этот шорс вставляйте в комментарии под этим видео, которое сейчас смотрите. И не забудьте конкурсные теги. Они будут в описании. Тот, кто наберет больше просмотров, получает iPhone. Самый креативный, по мнению нашей редакции, получает AirPods. Удачи! Меня зовут Виктор, это канал LaserCard. Пишите в комментариях, готовы ли вы к своему бизнесу на ЧПУ. Или еще сомневаетесь. Ну и оставляйте свои креативные шорсы. Пацаны, станок нужен? Станок нужен? Станок. Станок нужен? Нужен станок? Станок нужен? Ха-ха-ха.